Новый порядок 26 июня на заседании Краевого правительства рассмотрели вопрос о новой форме поддержки семей участников СВО. Единовременной выплате на рождение ребенка супруги участника спецоперации. Выплату будут получать семьи участников СВО, дети в которых родились в период с 1 января 2024 года. Размер выплаты составит 127 994 рубля. Условия предоставления, участие отца ребенка в спецоперации, зарегистрированный брак родителей ребенка. Мера поддержки начнет действовать после утверждения всех нормативных документов. Уклониться не получится Предложение обязать врачей 3 года работать в больнице при условии обучения на бюджете прозвучало от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. По ее словам, большая часть выпускников медвузов идут работать куда угодно, но не в медицину. При этом в территориях острая нехватка специалистов. В новых поликлиниках и ФАПах некому работать. Запись к врачу растягивается на недели. Отметим, в городах с населением до 100 тысяч человек, врачи дополнительно к основной зарплате получают 29 тысяч рублей, средний медперсонал 13 тысяч. Ценные указания 26 июня губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встретился с исполняющим обязанности главы Соликамского округа Александром Русановым. Глава региона поручил оперативно погрузиться в жизнь муниципалитета для решения первоочередных задач территории. Подготовить теплосетевую инфраструктуру округа к отопительному сезону, выстроить системную работу с предприятиями округа по реализации совместных социально значимых проектов и как следует подготовиться к 600-летию Соликамска. Кроме того, в центре внимания должна быть социальная поддержка жителей и оказание адресной помощи семьям участникам СВО. Под запретом В день молодежи 29 июня на территории Соликамского городского округа будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Нарушителям запрета грозит штраф от 20 до 300 тысяч рублей.